Всем привет, с вами NetGames671. Сегодня мы будем разговаривать про способы получения кэшпоинтов, как я вам и обещал. Как вы видите, теперь у меня уже открыта битва серебра, потому что я уже более недели в проекте. Вот, как вы видите, биржа серебра открыта. Курс за 1000 серебра, я ничего пока с ней не делал, только вот недавно потратил 1000 серебра на 0.1 кэшпоинт, то есть 1 десятая кэшпоинта. Итак, давайте тогда уже начнем сразу с биржи серебра, можно ли получить кэшпоинты, как их получить. Изначально, как только у вас открывается биржа серебра, то есть как только вы уже, знаете ли, 1000 рублей в проект и уже побыли 7 дней в нем, вы сможете получать по 0.1 кэшпоинта в день, то есть 10 копеек. То есть, по сути, вы можете каждый день выводить по 10 копеек, и это на самом деле довольно мало, потому что таким образом вы ничего не сможете заработать и не сможете даже уйти в плюс. Если, тут есть такая вкладка, увеличить биржевой лимит. Тут можно увеличить биржевой лимит за, опять же таки, кэшпоинт. Если вы хотите увеличить его еще на 1000, то потратите 100 кэшпоинтов, то есть 100 рублей. Если вы хотите нормально зарабатывать, то вам надо будет увеличивать биржевой лимит на как минимум 50 тысяч. Вы будете получать с этого 50 кэшпоинтов, то есть 50 рублей в день. Что, в общем-то, в принципе, нормально, но и немного. Но заметьте, стоимость этого всего почти 5000 рублей. То есть, вместо того, чтобы выводить 5000 рублей сразу, вы будете выводить 50 рублей в день. Если вы хотите прям нормально зарабатывать и сразу вложиться, то вы можете приблизительно потратиться на 42 тысячи рублей. Ну, точнее, 42 тысячи кэшпоинтов. И вы будете выводить по 500 рублей в день. Но, как вы понимаете, это очень-очень долго надо выводить деньги, чтобы выйти в плюс. Так что биржа серебра – это не совсем вариант, как вы, наверное, уже понимали. Следующий вариант – это игровая зона. Я уже рассказывал про игровую зону. Про нее сейчас коротко расскажу. Вот, есть игры на серебро, есть игры на кэшпоинтс. Если вы заднатели 1000 рублей и вы уже более недели в проекте, то у вас будет открыта игра на кэшпоинтс. Если берем, в пример, колесо фортуны, то, как мы видим, тут есть разные ставки. Джекпот сейчас составляет 5000 кэшпоинтов. Чтобы его получить, если мы посмотрим в таблицу вероятностей, как мы видим, если сумма ставки составляет 5 кэшпоинтов, то вероятность выпадения джекпота будет всего лишь 0,01%. Ну, то есть, по идее, чтобы получить джекпот, вы должны 10 тысяч раз ставить по 5 кэшпоинтов. Ну, и то, конечно же, не факт, что вы получите. Давайте сейчас вот поставим 5 кэшпоинтов. Итак, вот мы поставили 5, выиграли 7,5. Конечно, это будет происходить не всегда, но иногда получается. Давайте еще один поставим. Еще выиграли. Но пока что нам везет. Ну, ладно, не будем пока что в игровой зоне сидеть. Как мы видим, на этом можно заработать, но это чистое везение. Если мы возьмем... В общем-то, все остальные игры, они такие же, как и в игре на серебро. А если мы возьмем лотерею... В принципе, это довольно прибыльная вещь. Но, как мы видим, первое место, тут всего лишь 135 кэшпоинтов. То есть, довольно-таки мало 135 кэшпоинтов. Если стоим, то 10 кэшпоинтов. Следующий способ получения кэшпоинтов, это я, как считаю, один из также наиболее прибыльных, это недельная лотерея. Хоть это, как вы и понимаете, чистое везение. Как мы видим, тут первое место, 10 тысяч рублей. Что это значит? Это значит, что вы получаете 10 тысяч кэшпоинтов. То есть, вы можете вывести 10 тысяч рублей. И еще и эту же сумму в серебре. То есть, вы получаете, по идее, миллион серебра. Да-да, если вы заняли первое место, то вы получаете миллион серебра и 10 тысяч кэшпоинтов. На вывод, то есть, 10 тысяч рублей. В принципе, это неплохо. Конечно же, дело в том, что тут занять первое место очень сложно. Стоимость билета всего 1 десятая кэшпоинта. Так что, если вы везунчик, то это один из самых лучших вариантов получения кэшпоинтов. Я вот для пробы купил билетов на 1 кэшпоинт, то есть, 10 штук. То есть, якобы потратил 1 рубль. И теперь у меня есть возможность выиграть что-либо из этого. То есть, по идее, если я супер везунчик, то я могу получить все 10 первых призовых мест. Но, конечно же, скорее всего, я не получу ни одного призового места. Ну, в общем-то, на этом все. Если мы считаем основные способы получения кэшпоинтов. Есть, конечно, еще последний способ. Это, опять же, один из самых прибыльных, если не самый прибыльный. Это рефералы. Если у вас есть много рефералов, то с каждого доната вы получаете 30% на кэшпоинты. Если у вас, например, есть 1000 рефералов, и вместе все они задонатят на 10 000 рублей, то вы со всего этого получите 3000 рублей на вывод. То есть, 3000 кэшпоинтов. Ну, в общем-то, на этом все. Ставьте лайки, если хотите увидеть мой прогресс. И смогу ли я выйти в плюс или не смогу. Пишите ваше мнение в комментариях. Пишите также в комментариях, что вы хотите увидеть в следующем выпуске. И подписывайтесь на канал. Если вы хотите зарегистрироваться на этом проекте, то ссылка в описании. Пока!